Чекаем, звук-картинка, всем привет, не забываем подписываться, лайки, делиться с друзьями, комментарии категорически сильно важны, ну и не забываем о том, что стримчики суббота и воскресенье это плановые 18.30 пмск, как я и говорил, в шапочке канала и так далее, везде все есть. Все, звук-картинка чекаем обязательно, чтобы я 20 тысяч раз не спрашивал. Давайте быстренько по настройкам пробежимся. Игру только что запустил, первый раз, но я для вас стрима 16.9, поэтому как бы сужаю его до 2К. Ну, что вполне нормально. Так, качество сглаживания высокое, ультра давай. Подожди, давай все на ультра поставим, тут есть такая возможность просто ультра отдолбануть и не париться. Так, ограничение кадров 30 сек не надо мне такого. Хотя это, конечно, кино, но все равно не надо. Так, отражение с трассировкой лучей. Высоко затенение фонового освещения. Так, я же поставил ультра, а, видимо, трассировка лучей изначально сама по себе выключена. Так, включена. Высокое отражение. Это максимум, да? Все получается 2К и максимальные настройки. Сейчас все хорошо. Действительно хотите сохранить настройки? Да. Ваше быстренько заднее слово. Какой режим хотите? Ну, щадящее, скорее всего, то, что никто не выберет. Но тем временем остальные режимы. Будем проходить на серьезном или на смертоносном? То есть вы что, прям хотите на смертоносном, несмотря ни на что? Ну, я говорю, скорее всего, тут все герои, если не смогу. Ну, давай, не, ну, раз чат хочет. Поехали. Смертоносный. Чтобы использовать геймпад, нажмите кнопочку. Отлично. Только у меня нет кнопочки А, потому что, вообще-то, у меня DualShock. Ну, да ладно. Все, звук, картинка. Жду от вас сразу. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Осия. 8-7. У каждого выбора есть последствия. Некоторые решения спасают жизнь. Другие же. Ведут к смерти. Выбирайте с умом. Метром высотой, Джефф, можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Кажется, пришли. О, да тут чудесно. Как в рекламе. Офигенно. Ну, пойдем. Сейчас я сам еще включу после этого. Я читаю. Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Надеюсь, озвучка будет хорошая. Но я имею в виду с точки зрения игры. Ну, игры актеров. Еще раз? Некоторые игры этой студии страдают от озвучки. Русские. Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Так, предвкушение. Наверное, все чем-то заняты. Пойдем на выставку сегодня вечером. А, этот стикер. Понял? Наверное, все чем-то заняты. Так дела не делаются. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было... Смертоносные, получается, мы успевать должны за секунду. Во всем видеть что-то хорошее. А я на геймпаде играть не умею. Класс. Я приношу извинения. За то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Поставьте, кстати, лайки на YouTube и все, кто на Twitch'е. Быстренько сбегали. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот. Распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да. Но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены. Это же просто замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да, сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Где кнопки еще? Ой, он... Вручную. Он намного дороже. Хм. 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 Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок к отелю. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор. Конструктор. Строитель. Врач. Художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Ну, прям музыка такая. Так, что из вещей я забыла? Откуда же я знаю, что из вещей ты забыла? Вот серьезно. Что это? Это бухло? А, моральный принцип. То есть, я правильно выбросил, да? Это бухло? Отлично. Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо. Не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе. Все тебе скажи. Ох, эти шуточки за 300. Молодожены. Не, ну пока такой триллер, знаете, прям. Нормально. Нормально. Ты даже не знал, на ком женился? Возьмем приключений? Возможно. Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Тихо. Как будто не впалит то, что дверь сама, ну, открыта. О, ненавижу эту тему. Это очень тяжело, кстати, если что. То есть это... В каждой части это действительно тяжело. Это сейчас только учит нас, а потом это будет такую же поболи доставлять. Я просто уже знаю. Эта штука будет ускоряться с каждым разом. Первая всегда простая. Но только первая. И вы что, не удивило, что дверь открыта? Вот это приключение. Приключением будет спать на улице, когда нас отсюда выставят. Пошли. Мне кажется, он спалил то, что мы там были. Хотя фиг его знает. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. А неплохо. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! В яблочко! Это война. Мне стоит бояться? Еще как. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Хороший ник, чувак. Welcome, спасибо. Это круто и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так. Открой глаза. О, Джефф! Красотища! Спасибо! Как Twitch-мастер настроить? Не, ну. Иди погугли, братан. Во время игры объяснять не буду. Лучше сорян. Я слышал про такой отель в реальности. Был такой отель, где вот чувак спроектировал все, и вот такие всякие приколюхи были в отеле. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Во-первых, чтобы раскладку поменять, есть ли такая возможность? Потому что у меня вообще нет таких кнопок, которые здесь нарисованы. И, возможно, X это вообще не та кнопка. То, что я нажимаю, ничего не происходит. Во-первых, управление. Значки Xbox, значки PlayStation. Отлично. Так будет удобнее. Теперь я хоть буду понимать, что нажимать надо. И что я хотел? Я хотел еще звук и язык. Хотел субтитры включить. Потому что многим удобнее с сабами, если что-то где-то вдруг мало ли не услышалось и тому подобное. Режим звука. Что такое режим звука? Что это значит, режим звука? А, я понял. Да не, не надо. Нормально все по звуку, по картинке, все супер. То есть ничего менять не нужно, все замечательно. А, все? Вопрос снять. X, блин. Я-то нажимал X. X это вот здесь, а квадратик это вот здесь, соответственно. Зам, откройся! Xbox. Мне так кнопка была, сорян. Побрейся, а я быстренько приму в ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Приключения. Брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. За кого я вышла, бля? Не, ну пока очень прикольно. Так, найдите набор для бритья. Нам дали первый раз поуправлять персонажем. Но симпатичненько. Играфонии и прочее. Но тут всегда все эти игры вот именно подобного жанра. Они отличались довольно хорошей графикой. Видно, что липсинг не совсем совпадает. Но я думаю, что, наверное, либо тяжело было, либо фиг его знает. А надеюсь, что сама озвучка по экспрессии будет нормальная. Потому что мне очень сильно не нравилось. В предыдущей одной из частей было довольно не очень. Здесь пока вроде бы, во всяком случае, главные герои. Нормально. Только начало, так что. Играем на самом максимальном уровне сложности. И что? Поклясться, мы шли здесь. Тремно, так это то, что я, опять же, как я говорил, геймпад плохо знаю. Я каждый раз смотрю кнопки. И на максимальном уровне сложности чувствую, я сразу же сдохну. Я вл.кс. Ёбушки. Нормально так-то. Боже мой. Хорошее начало. Мари! Я еле успел нажать, вы видели? У меня давалось там долю секунды вообще. Вы на какой уровень сложности меня подписали, чат? Так-то спасибо, конечно, но... Смотрите, я кнопки смотрю, чтобы вы понимали. Вот так вот. Я их не знаю наизусть. Ладно. Это было не бухло, а это шампунь. Это реально эта фигня, этот отель, который сделал... Ну, я, короче, погуглюсь, есть такое отель, реально. Правда говоря, что это все миф. Это ты, милый? Джефф? О, ты решил поиграть в другую игру? Ммм... Лучше осмотреться. Кто это не подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Не трогай меня! Но я не закончил. Фига себе, начало. Нет! Сссс... Не дергайся. Так будет только больнее. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Что? Что вы... Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Все в порядке, сэр. Я hesitанет, сделанное поет... В saucиться. Все в порядке, сэр. Магчено. Мне кажется, надо было бить Ой, я еле успел Я как бешеный тыкал Мари, ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви Мари, Мари, нет Мари 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 Но я так понимаю, спасти их было невозможно Хотя пишут о том, что курс изменен Нормальное такое начало Порядок во всем И все в порядке А, эти кольца, которые там были Какая красота Первые молодожены Мама умрет на месте такая Послушайте, мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте Приветствую гостей нашего отеля Так Я ненадолго выключу звук Потому что я знаю, что музыка под правами Хранитель О, это вы Долго пришлось ждать Приветствую в хранилище Здесь собраны истории Здесь собраны истории Кровавые Мрачные Жуткие Я Хранитель Я рад вашей компании Слишком долго я был один Я смутно помню время Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй И какой прок от историй, если некому их пережить Это история о творческих личностях И о том, на что они способны пойти Ради искусства Оно способно вызвать разные чувства Восторг, вдохновение, страсть Да А еще сомнения Страх Ужас Ваши чувства И ваши поступки Повлияют на историю Время от времени Вам будут попадаться схемы Они показывают возможные итоги ваших решений Порой Самые незначительные действия Приводят к весьма мрачному исходу Вам выбирать последствия Вам отвечать Я не вмешиваюсь Это нарушает правила Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события Полюбуйтесь-ка Такая древность Она называется обол Их клали в рот недавно усопшим В качестве платы Собирайте их Порой они лежат в странных местах Я с радостью выменяю ваши находки Поверьте Поверьте Вы не пожалеете Что ж Приступим Игра началась Я буду наблюдать Подсказки В каждой игре подобного плана они были Сразу говорю для тех Кто будет смотреть Я не подбираю Никогда Ну стараюсь Мне не интересны подсказки Я не люблю спойлеры И эти маленькие подсказки Говорят Возможный Искольц события Они спойлерят По сути И я их просто игнорирую Поэтому Если вы их даже увидите И потом подумайте Че их не подбираю Я их игнорирую Мне никогда не нравилась эта тема Я не понимаю Нафига они это сделали Но благо Здесь хотя бы есть выбор И как и в предыдущих частях В этой я тоже их поднимать не буду Меня зовут Кейт Уайлдер Я магистр криминальной психологии Я веду журналистские расследования И борюсь за правду Возможно вы видели мое интервью В утреннем Чикаго Ну и Даже когда ты просто говоришь Как есть Люди считают тебя стервой Но это не так Да я не идеальна Как и все Но Я стараюсь Так Я Марк Я изучал фотографию В университете Мне очень понравилось И теперь я хочу заняться Ей всерьез Ну да Это типа Профессия Я много лет занимаюсь светом Вижу проблему Освещаю Болтать особо не с кем И главное Что тут скажешь Надоело быть одной Простите Надо начать с профессии Или с личной информации Просто ну У кого потом будет доступ Не люблю говорить о себе Так Я Чарли Лонет Родился в Англии Но Тут уже лет 20 Прошлый проект шел по плану Мы хотели Задумка была По-моему просто отличная Но В итоге Вышло не так Как я Надеялся Получилось Говно Если честно Мы услышали достаточно Разве Я ведь едва начал Ваша честь Вы не понимаете С рождения Во мне живет дьявол Я мог противиться Желаний убить Не более чем Поэт может сопротивляться Вдохновению Выройте яму Поглубже И лучше Доверху Залейте мой гроб Бетоном Закопайте надежнее Чем кого-либо другого А потом Добавьте еще Бетона сверху Потому что Смерть не помешает Мне и дальше Убивать Седьмое мая Тысяча восемьсот девяносто шестой Герман Маджет Он же Генри Г. Холмс Был повешен Во время казни Шея сломалась Не сразу Согласно записям Он медленно задыхался Более пятнадцати минут Пока наконец Не испустил дух Первый серийный убийца Америки Признал Двадцать семь смертей Но по мере того Как следователи Изучали улики Обнаруженные ими В разных городах Число возможных Жертв росло Почти двести человек Первый серийный Убийца Америки И пожалуй Самый жуткий Его гроб Залили бетоном Как он и хотел Надеялся ли он Скрыться от божьего суда Или правда Хотел помешать дьяволу Выбраться наружу И снова убивать Ну Как вам? Если честно, Чарли Это какое-то Погоди Лонид Энтертеймент Это Чарльз Лонид? Слушаю Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет Чем могу помочь? Мистер Дюмет Вообще-то Это я могу помочь вам Послушайте Я признателен Мистер Дюмет Это звучит прекрасно Но Я не Не хочу грубить Но В чем подвох? Его нет Деньги для меня Не главное Мне много не нужно Но своим временем Я дорожу Все должно решиться Сегодня Я пришлю машину После обеда В четыре Ждите После обеда? На съемке Нужно дня два Дергать команды На выходных Гиблое дело Они ребята с характер А без них У нас с вами Ничего не получится Мы Я вам все объяснил Не тратьте Мое время Так присылать машину Или нет? Да Конечно Мы за Я приведу Обещаю Все будет Вы от мистера Дюметта? Мы Грузимся народ Да я Не надо Прости Ладно Это просто лампа Которая тебя украшает Можем не брать Хочешь Все будет отлично Но правда Авантюра Веселье Ну чего Погнали Ура Ей Я пока прикольно Интригует Куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете что напоминает Не начинай Топику Именно Я Без гроша в кармане Телефон сдох И мы застряли в сраной топике Я ни при чем Да только ты при чем Правда Потому что головой думать надо Так Ладно Чарли Что мы знаем об этом парне? Богатый Затворник Одержим Гага Холмсом Явно в здравом уме Мы едем в дом Который он унаследовал От родственника Вот тот был Одержим Холмсом Часть комнат Полностью копирует Замок убийств У Дюмета Есть чертежи Документы Артефакты Я же сказал Это спасет шоу И я не преувеличиваю И это точно не вранье? Просто Поверь мне Простите за секретность Но прежде чем мы продолжим Я попрошу вас оставить здесь Свои телефоны Это может показаться странным Ведь я пригласил вас снимать Мой дом на видео Все же я против любой техники Способны раскрыть сведения О моих личных делах Или привычках Это мои условия Все видеоматериалы Сначала должны быть одобрены мной Я требую конфиденциальности Я настаиваю Что ж он тут хозяин Для нас это большая удача Он мог просить денег Но не стал Так что мобильники Это фигня Ладно Ради шоу Обещаю Вы не пожалеете Прям как в топике Ну понятно Он скорее всего Еще и решил Поподражать Этому маньяку И сейчас они будут Его жертвами Хотя хз Но он же одержимым Подражатель Но это чисто Мои предположения Как вы понимаете Я не играл Где прислуга Он нам поможет Ясно Не проблема Спасибо друг Не напрягайся Козел Привет братиш Я Black Desert Не обсуждаю На других играх Сорян Здесь люди пришли Посмотреть на эту игру Что теперь Хорошо бы начать Снимать озеро И общий план Ага Только не в таком тумане Вон Сверху вид будет лучше Там Правда Повыше Но вид отличный Сможем Поверх тумана снять Чарли Ты же сам Еще на полпути Выдохнешься Да я в отличной форме Марк Это полный бред Да ладно Идем Чарли Осторожно там Ну удачи Идем Просто Прикинь Я сейчас буду Про ссорку отвечать Кому она сейчас Здесь сдалась Прости братиш Расслабляйся Получай удовольствие Груля пока что Выглядит очень Даже симпатично Так Господи Запомнить бы Еще все Это мотива Все кнопки Которые здесь Это ж пипец Ну опять же Я не геймпатчик Хотя походу Такими темпами Скоро стану Тенденция игр Распространяется На геймпад Быстрее чем Даже в шутерах Спасибо Warzone 2 За Классный Им ассист Так Эй Народ Вы где Идем Кошмар Как громко Его издалека Должно быть слышно Да А в теории Я это знаю О План не сработал Ничего Найдем обход За мной Она вам Реально Надо Жизнь За хороший Кадр Вот Вот Не вижу Ничего Опасного А знак Что можно Упасть в океан По-моему Довольно Опасно Да Ну бросим Просто положено Что-то такое Писать Ерунда А я не согласен На и правда Что Ну ладно Сейчас наверняка Придется нажимать Очень быстро Кнопки А учитывая режим На котором Мы играем Учитывая Как я хорошо Зной кнопки Мы походу Потеряем Первого игрока Прям сейчас Слушай Марк Я хотел сказать Спасибо за поддержку Какую Что За эти съемки Да за все сразу А только С кем бывает Трудно Иногда Джейми Кейт Ни за что бы Не согласились Без тебя поехать Я подумал Последний эпизод Был говно Так что Надо работать Ясно Ну да Типа того Иногда Отсматриваю Некоторые галочки Потому что Мало ли там будет Что-нибудь Интересненькое В конце концов Щи Ну вроде Пока Нифига Ладно Если честно Мне просто Хотелось Побыть здесь Вдалеке От остального Мира Чтобы Слегка Сбавить Темп Привести Мысли В порядок Сбавить Темп Зачем Это Надо Да Просто Расслабиться Мне Этого Не понять Сильный Был Шторм Кассиопия Что-то Дико Знакомое Я Щас Не Про Звезду Конкретно Про Созвездие Про Проход Что-то Такое Сушил Когда Там Тут Дырка Огромная Ребята Лег Блин Ну Братиш Ты не мог бы отойти Кстати Когда Закончим Я съезжу На пару недель К родным А как же монтаж Мне нужно Твое внимание К деталям У меня сейчас И так Куча проблем Чарли А Да Ладно Поезжай Возьми Пару недель Разгрузи голову Спасибо С монтажом Я справлюсь Сделай Как я Возьми отпуск Тебе Есть Кого Навестить Так Никакой Миссис Лонит Не завалялось Случайно Нигде Женат На работе Женат На работе И как Идут дела В браке Если сравнить С реальным Браком Весьма Неплохо Женат На работе Господи Ты как будто Никогда Эту фразу Не услышал Братан Надеюсь Этот кадр Того стоит Давай Йоу Боже Что это Как громко Стоит Типа Отдыхает Наверное Часть Старой Экспозиции Да Скорее Всего Стоит Типа Отдыхает Лол Я не слишком Желтый Какой-то Я сейчас Смотрел Я просто Камера Так Настраил Видимо Не знаю Хотя Я не желтый Я смотрю Когда Меняется В зависимости От освещения Замелям До воскресения Да обход уверен нет но надеюсь твою мать она того стоит ну ладно тушь прям лег справедливость ради тут на картонах можно было бы спокойно пройти не такой что и большой просто ему хотелось почесать пузико блин на этом максимальном уровне сложности это конечно от души ребят спасибо за то что такое дали мне на максимальном уровне сложности господи я не успеваю вы чё гоняйся нахрен как это так хорошо лично блять да вы да вы прикалываетесь как это делать чат цени просто цени этот момент не продолжить на этом самом я просто случайно мышку задел это прикол как это как это быстрее тыкать каким хреном и так надо будет когда спасать жизнь кому-нибудь делать они все сдохнут чат они все сдохнут они все сдохнут я еле еле успел я тыкал как бешеный наш пальцы своего мышцу блин на руке но это была тяжелая дверь она очень сильно заржавела штука фига это взломчик что это какая-то монета смотрите монета а это та самая эй извини если кажется что я придираюсь без тебя этого шоу бы не было это не так я может за рулем смысле за рулем лонит интертеймер но за двигатель отвечаешь ты это не так устроено господи вот и хвали вас после этого спасибо чарли я понял я уже вижу что эту штуку можно будет подвину чтобы залезть в окно но смотреться все равно стоит подумаешь вошли через окно как тебя не посадили позже что это разберешься а ты чё встал какая встреча хочу было давно даже не показали ой как тяжело так подожди значит это сюда все понял держи вот надо не только l2 держит надо еще истек вперед об этом ничего не сказали это была собачка судя по всему дамп милое место тем временем а вот все я понял вот эти штуки не смотрим значит картина нафиг это у нас то самое топку не собирать не смотреть не буду здесь подсказки выглядят таким способом значит запомнили далее пропускаем хорошо бы тут просто не сменить и шторы повесить и залить все санитайзером так дождя внизу что в таком случае как близко фов расположен прям вах-вах я предпочел быть чуть чуть подальше чарли что ты мне это все не нравится просто у кого-то такое хобби не дрейфь ну и хобби да уж кто-то марки собирает кто-то крысок пробивает к стенкам чё бы нет это что за хрена тень дернулась что та штука двигалась аниматроник из ворона нормально ну да в тизере же мы видели куклу из человека фига то резко на английском заговорил посмотри идеально точно снимай сделай панорама озеро пока остров не окажется в кадре потом укрупнение на маяк но это за нами идем пора назад его только ради этого но с другой стороны а как иначе кадр снять ну да справедливо это он не знаю я его раньше не видел а откуда он вообще узнал про наше шоу я как-то не спросил стремно так ведем себя хорошо здравствуйте мистер лонит он сам я гран там дюмет поднимайтесь на борт и отправляемся это марк марк эрин джейми дама это у нас кейт рада знакомства мистер дюмет не терпится увидеть все что вы для нас приготовили мы вам очень благодарны приятно познакомиться ну что же отправляемся еще раз большое спасибо за предоставленную возможность не стоит вы кажется говорили что ваш двоюродный дед давайте сперва доберемся я все расскажу на месте да конечно эта штука на цепях которые лежат под водой работает как лифт передвижной первый раз это такое вижу то есть она как бы не плывет тащится ну чё тип будешь их всех убивать по одному своем замке который ты сделал по подобию замка убийцы да скорее всего ну вряд ли это он будет виноват это было бы слишком очевидно мне кажется еще ничего не началось я такой уже знаете играю он же холмс а я собственно вас давайте пойдем к отелю держитесь рядом не расходитесь очень прошу здесь что опасно нет ну что вы точно вы как-то не уверены вам ничего не грозит просто если что-то случится до больницы добираться долго так что осторожней подозрительные здесь даже муха без спроса не пролетит боже сюда о сумках не волнуйтесь их принесут и вдох и выдох чарльз постарайся не выкошлить свои легкие справлюсь просто представь что наверху тебя ждут сигареты ты прав он явно всерьез подошел к защите кого он так боится впустить лучше спроси кого он не хочет выпускать джейми ужастиков насмотрелась он просто любит быть один мы давно это знали давно это типа часа два иди марк возьми камеру хочу тут записать вступление несколько кадров на подходе к дому весь путь не надо кейт пусть говорит на камеру дальше я буду показывать меня не снимать я не должен попасть в кадр вам понятно я очень закрытый человек конечно мистер дюме тактичность кредо лонит интертейм вступление делаем стандартное чарли ну да свет норм все готово эрин звук в норме а лицо кейт готово слышь я всегда шикарно ты что пытаешься мне понравится камера пошла звук и мотор я нахожусь на частном острове где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи генри холмса сейчас я иду к дому супер кейт теперь повернись к дому и медленно иди так все хватит и снято нам правда пора идти как скажете мистер дюме сюда а ты пока еще поснимай конечно они начали снимать сразу даже ни в чем не разобравшись тут ли это думаю на самом деле врет или не врет этот чувак мистер дюмед нас сильно ограничивают это точно осмотри тут пока все но тихонько он имеет права на секреты он странный я хочу узнать что он скрывает чего ты от меня хочешь того что ты сделала с копами в глендейле серьезно ах ты чёрт что с чего споткнулась и свое эго нужно отвезти ее в отель не могу пошевелить джейми побудь с ней а чё я ты можешь помочь помнишь как тот раз в глиндейле а точно окей мы сейчас принесем вам лед и бинты в отеле же они есть да есть когда идем что происходит идем я потом объясню но не все в курсе 2 подставки и курсы да да зачем это все территорию разведать ну а мы тут причем я милая а ты сумеешь хакнуть замки идем у меня есть вопрос можешь серьезно ответить ну там не подкалывать меня и не выставлять полный идиоткой от себя зависит ладно скажи правду шоу еще можно спасти как знать может тут рай для журналистов и мы найдем потрясный материал по-твоему есть шанс не в лучшем случае снимем проходняк но нас это не спасет женская туфелька межпрочем и еще одна эта монетка которую они зачем-то подбирают с собой блин я так понимаю что их скорее всего можно будет обменивать на подсказке опять же она вам надо чувак определенно не хочет чтобы кто-то тут возьмем это русская . красота в каждой из этих частей постоянно были такие косяки в каждой не был ни разу такой части в которой не было бы косяков да это нормально правильно в каждой так а ну ка смотрим таких местах обычно что-нибудь какой-нибудь заколочки лежит на видимо в этой игре решили не класть обидно даже как-то я по всему нам наверх я думал я найду какой-нибудь плюшечку мог бы сказать нам одеться попроще а чем-то одет это блин у тебя не хочу чтобы марк джинсы джинсовая курска и кроссовки спасибо куда еще проще вау 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 тих 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 нифига не знаю как на глава мыши на геймпаде от немножко тяжело этот блин как этот балансировщик на тари Чё такой чувствительный института, ё-моё? Вот это хоть сама пройдёшь, надеюсь А если чувак такой богатый, место для житья Он, конечно, выбрал себе от души душевно Как по мне Вы здесь постоянно живёте? Прячьте! Всей семьёй? Моя жена умерла О, чёрт! Простите, не хотела вас огорчить Идём, почти пришли Не заметил Пошли А когда он вернётся? Ничего тут нет Ну вот, он вернётся С этим льдом и прочее А их там нету Он скажет такой Здрасьте Чё за нах О, там пролезть можно Нет? Блин, я думал Ну ладно Да нет, ни хрена там нет Да нет, ни хрена там нет Это, по-моему, какая-то заброшенная труба, за нафиг Я не знаю Я не знаю Эта вот часть Одовременно с домом Если бы я любила ходить пешком То не переехала бы в город В мои обязанности это не входит Чё это у вас за пролаг такой был, сорян Я видел этот пролаг В игре не было, но у вас произошёл небольшой кратковременный Причём потери кадров не было, это был просто пролаг Какой-то Бойска чё-то прогружала Игру ли на SSD-шники, так что она должна нормально, абсолютно быстро загружаться Но чё-то подглючивать Чищ Ну, совсем чуть-чуть, вот капельку, один разочек Но, ладно Чат, чека, чека, чтобы всё было Так, если сможем завести и подогнать вагон, то переберёмся То есть ты хочешь завести и подогнать вагон? Это будет слышно на весь остров, мать его Ему хана, плюс электричества нет Подожди, каким способом ты хочешь это незаметно сделать? Вопрос Это же нереально Так, стопэ, а как? Я вижу провод А, вопрос нет What about over there? может сможем его починить надеюсь я в электрике шарю джейми можешь починить так чтобы взять мультиметр о ебушке воробушка а все понял так чем ультиметр там не дает так погоди но это было изи я молодец я хорош и электрик я шарю а а а а а а А там что? Слышишь? Господи, блин, чувак ходит по своим владениям. Они на него так смотрят, как будто он там тело какое-то тащил. Но по факту ведь он реально просто пошелся по своим владениям. Но ни хрена страшного не произошло. И криминального тоже. Интересно, что это? Может быть какой-нибудь яд, который просто для того, чтобы травить насекомых используется? Мало ли, ну что вы сразу думаете всякое плохое. Мне тоже интересно. Давайте посмотрим. Так, куда он свалил-то? За ним, скорее всего, мы уже пойти не сможем. Дверка за собой, он запер, зараза такая. Хе, фига, прям добежала аж. Я же догнала. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно, мистер Дюмет, теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну, как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно. Мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Ты идешь? Ага. Боишься высоты? Ну, так. Да. О, нет! Мы все умрем! Просто иди. Господи, расслабься, Марк. Ох, далеко лететь. Хе-хе. Ты как? Правильно. Ты сможешь. Смотри вперед, не вниз. Я знаю. Все окей. Правда? Зря посмотрел. Это просто вода. Выплывешь. И вообще, мост выглядит надежно. Типа. Давай. Помогу. По мне так мост выглядит, как кусок говна. Ну, ладно. Ну, вот. Все. Ты смог? Не смотреть. Не смотри вниз. Да. Вот. Молодец. Спасибо. Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. Пошли догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Я бы на месте этого мужика их уже выгнал нафиг. Они такие раздражительные. Че, от как игра? На всяком случае, начало. Это просто мистер Дюмет. Это место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Нарм игра. Ну, горы пока интригуют. Начинается даже прикольнее, чем некоторые из их частей. Привет. А ты кто? Ты чего это? Я... Я видела девочку. Вон там. Главное, говорит, а ты кто? А как она тебя услышит? Единственная фанатка? И та уже пропала. Какая же ты стервозина. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Я не знаю, слышали вы это или нет. Смотрите. Просто невероятно. С чем этот подлак связан? Могу я... Сейчас отлагает. Сорян. Welcome. Спасибо большое за подписку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что за подлак? Так. Ну и чё? Чё это? И чё это? И чё? Давайте... Аль-Т4 сделаю как раз, потому что я хочу... Камеру настричь что-то... Да, сегодня, скорее всего, буду всё проходить. Только что машина стартанула очень сильно, поэтому не знаю, было вам слышно или нет. Я в Аль-Т4 сделал, потому что я кое-что хочу сделать. Мне немножко не нравится вид моей веб-кем. Моя чуть-чуть, зараза, напрягает меня какой-то и оранжевый немножко в ней. Прям, прям бесится. Да, я обычно такие игры прохожу за раз. Поэтому сегодня, скорее всего, я пройду её всю. Давайте я чуть-чуть сделаю себя менее оранжевым. И по какой-то причине только что у меня был пролаг. Это, кстати говоря, мой второй пролаг за всю сегодняшнюю... Эту игру. Интригует, интересно. Правда, интересно. То есть без прикола. Мне нравятся подобные роды игры, хотя это, конечно, по сути, как бы не то чтобы игры. Ну, потому что, по большей части, это кино. Но мне нравится то, что история цепляет. Конкретно в этом. В этой серии. Так вот, теперь я хоть чуть-чуть побелее стал вроде как. И какого хрена у меня только что произошёл какой-то пролаг неприятный? Чё это было, блин? Тик, 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 тик. Сорян, небольшая техническая неполадка. Dritz X12, возможно, просто из-за этого. Фиг его знает. Ну, я перезагрузился, так что... Ну, в смысле, говорю, перезагрузился. Да, блин. А ещё почему-то не на том мониторе открывается. Щи. Зачем ты на другом мониторе открываешься? Хватит делать. Да... Почему? Почему на этом? Почему? Можно выбрать какой из экранов? Когда у тебя пять мониторов, блин. Игра такая... Слышь! Я говорю, хочу на этом мониторе. А ты такой, слышь, может не надо? А она такая, да мне насрать. Приходится смиряться, блин. Давай, 350 поставлю. Примените. Окей. Окей, окей. Всё. Ставь мне, пожалуйста, на этом мониторе. Прошу прощения, небольшая техническая неполадка. Так, господи, как, куда, что? Ты издеваешься? Напрягает то, что она прыгает по монитору почему-то. Я не понимаю, почему. У вас-то, понятно, захват игры будет всегда, а у меня она просто что-то перемещается на правый монитор, хотя у меня основным стоит этот. Какая же ты стервозина. В этом доме всё очень старое. Пожалуйста, осторожней. Это потрясающе. Ого! Смотрите. Просто невероятно. Да. Правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А... Это не все вещи. Не волнуйтесь. Весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Ага. Эрина, сигарета. В синем рюкзаке. Располагайтесь. Мы пообщаемся за ужином. Восемь. Мистер Дюмэтт, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Я был прав. И что это число значит? Его так показали, как будто это... Очень важная штука. А-а-а. Явился. Дела, дела, дела. Где ты шляешься целый день? Пока я тут сижу и беспокоюсь. Спасибо большое, Велком. Ты шляешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Почему-то мне кажется, что эта женщина неживая. Я, конечно, Казана, но она не выглядит как живая. Эту песню я... Прости. Напугала? О, господи! Я в трусы напустила? Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрят девочки. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же... Это место меня пугает. Да, тут... Необычно. Ты что, пела? Ой, да. Я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою. Паники, страху, волю не даю. Но это не помогает. Да уж. 181. Мой похож за углом. 183. Это мой. Ясно. Давай. Удачи там. Не потеряйся. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай... Да? Давай, я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да. Давай. А то я бы заблудилась. Это коридор. Ты чего? Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось. Вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Если понравилось у нас, подписывайтесь. Вдруг вы этого еще не сделали. А также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте. Расписание стримов находится именно в ней. Ссылочка в описании. Увидимся, друзья. Буквально скоро. Пока. Это ребята. Продолжение следует...